на этом уроке мы продолжаем знакомиться с телами вращения сегодня мы изучим конус рассмотрим плоскость альфа окружность в этой плоскости и точку не лежащую в плоскости будем соединять точку о с точками окружности проводя всевозможные прямые скользящие вдоль окружности конической поверхностью называется поверхность образованные прямыми проходящими через все точки окружности и точку не лежащую в плоскости окружности сами прямые называют образующими конической поверхности Прямая, проходящая через точку О, перпендикулярна к плоскости окружности, называется осью конической поверхности. Так как все образующие являются наклонными к плоскости α, проведенными из одной точки О, то они равны друг другу по теореме о наклонных к плоскости. Если рассмотреть отрезки образующих, заключенные между точкой О и плоскостью α, то получим ограниченную коническую поверхность, а тело, ограниченное конической поверхностью, точкой и кругом, будем называть конусом. Круг называется основанием конуса, отрезки образующих, заключенные между точкой О и плоскостью, образующими конуса, а образованная ими часть конической поверхности боковой поверхностью конуса. Ось конической поверхности называется осью конуса. Расстояние от вершины до основания конуса называется высотой конуса, а радиус основания — радиусом конуса. Также конус можно получить вращением прямоугольного треугольника вокруг одного из катетов. Тогда этот катет, вокруг которого происходит вращение, будет совпадать с осью конуса, гипотенуза будет образовывать боковую поверхность, а другой катет образует основание, одновременно являясь радиусом конуса. Рассмотрим сечение конуса различными плоскостями. Пусть секущая плоскость проходит через ось конуса. Такое сечение называют осевым. Оно представляет собой равнобедренный треугольник, боковые стороны которого образующие конуса, а его основанием является диаметр основания конуса. Если секущая плоскость перпендикулярна оси конуса, то сечение является кругом, центр которого лежит на оси конуса. Это два основных вида сечения конуса, которые изучаются в средней школе на базовом уровне. Следует упомянуть, что существуют и другие сечения конусов, вид которых зависит от расположения текущей плоскости относительно оси. Рассмотрим основные величины, связанные с конусом. Если мысленно разрезать конус по одной из образующих и получившуюся поверхность развернуть в одной плоскости, то получится так называемая развертка. Эта развертка представляет собой круговой сектор, радиус которого равен образующей конуса, а длина дуги этого сектора равна длине окружности основания конуса. За площадь боковой поверхности конуса принимается площадь ее развертки. Выведем формулу для нахождения площади боковой поверхности конуса. Докажем, что площадь боковой поверхности конуса равна произведению PRL. Известна формула для вычисления площади кругового сектора. πL квадрат, деленная на 360, и умноженная на φ в градусах, где L — длина, образующая цилиндра, φ — градусная мера дуги сектора. Можно выразить φ через длину, образующую L и радиус основания R. Длина дуги развертки равна длине окружности основания конуса. С другой стороны, она равна части длины окружности с радиусом L и может быть найдена по формуле πL, деленная на 180 и умноженная на φ. Составим равенство и получим следующее соотношение. 2πR равно πL, деленная на 180 и умноженная на φ. Отсюда можно выразить градусную меру дуги сектора. Подставим в формулу боковой поверхности конуса вместо φ полученное выражение и получим формулу для нахождения площади боковой поверхности конуса. Итак, площадь боковой поверхности равна произведению половины длины окружности основания конуса на его высоту. Площадь полной поверхности конуса называется сумма площади боковой поверхности и основания. В виде формулы можно записать так. Площадь полной поверхности равна πR умножить на сумму r плюс L. Рассмотрим теперь усеченный конус. Если взять произвольный конус и провести секущую плоскость перпендикулярно его оси, то исходный конус разделится на две части. Верхняя часть представляет собой конус меньших размеров, а оставшуюся часть называют усеченным конусом. Основание исходного конуса и круг, получившиеся в сечении, называют основаниями усеченного конуса. Отрезок, соединяющий центры оснований, называют высотой усеченного конуса. Часть конической поверхности, ограничивающая усеченный конус, называется боковой поверхностью усеченного конуса. Отрезки образующих, заключенные между основаниями, называются образующими усеченного конуса. Отметим, что все образующие усеченного конуса равны друг другу. Усеченный конус можно получить еще одним способом — вращением прямоугольной трапеции вокруг той боковой стороны, которая перпендикулярна основанию. Тогда эта сторона, вокруг которой происходит вращение, будет совпадать с осью конуса и будет его высотой. Другая боковая сторона станет образующей, и при вращении будет образовывать боковую поверхность. А основания трапеции станут, соответственно, радиусами верхнего и нижнего оснований усеченного конуса. Так как усеченный конус получим путем отсечения от большого конуса с высотой ПО маленького конуса с высотой ПО1, то площадь боковой поверхности усеченного конуса найдем путем вычитания из площади боковой поверхности большого конуса, площади боковой поверхности маленького конуса. Выражая эту разность через элементы усеченного конуса, получим формулу площади поверхности усеченного конуса. Она равна произведению полусуммы длин окружности и его оснований на образующую. Форму конуса и усеченного конуса имеют многие объекты, как естественного, так и искусственного происхождения. Вообще, сам термин конус происходит от латинского «конус» — «шишка», заимствовано из древнегреческого «конус» — «сосновая шишка». Кроме сосновой шишки, мы находим в природе множество объектов, имеющих коническую форму — сопки, вулканы, муравейники, хвойные деревья, некоторые корнеплоды, морские раковины. Форму конуса придают многим предметам — пожарные ведра и просто ведра, детские пирамидки, рожки для мороженого, цветочные горшки, абажуры для ламп, солнечные батареи, головной убор вьетнамцев и многое другое. Часто здания и крыши тоже имеют форму конуса. Рассмотрим задачу. Площадь боковой поверхности конуса равна 80 квадратных сантиметров. Через середину высоты конуса проведена плоскость, перпендикулярная высоте. Найдите площадь боковой поверхности, образовавшегося при этом усеченного конуса. Решение. Сделаем чертеж. Рассмотрим осевое сечение данного конуса. Это равнобедренный треугольник АБС, основание его перпендикулярно оси ОС. Так как плоскость альфа перпендикулярна оси ОС, то СО, то СО1 перпендикулярна А1Б1. В треугольнике АБС А1Б1 средняя линия. Она проходит через середину высоты параллельно основанию. Значит, она равна половине основания АБ и делит боковые стороны треугольника пополам. Отрезок СА1, образующий верхнего конуса, отсеченного плоскостью альфа, а отрезок А1О1, его радиус. Образующие и радиус малого конуса равны половине, соответственно, образующей и радиуса данного конуса. Площадь боковой поверхности конуса, отсеченного плоскостью альфа, равна π, умноженная на А1О1 и на СА1. Учитывая, что радиус малого конуса равен половине данного конуса, а образующая равна половине, образующей данного конуса, получаем, что площадь боковой поверхности малого конуса равна 1 четверти исходного конуса, то есть 20 квадратным сантиметрам. Так как площадь поверхности усеченного конуса равна разности площадей боковых поверхностей данного конуса и полученного малого конуса, то получаем результат 60 квадратных сантиметров. Запишем ответ. Итак, мы познакомились с понятием конуса, выделили его элементы, а также узнали, по какой формуле можно вычислить площадь его боковой и полной поверхности. Кроме того, мы узнали, что такое усеченный конус, какие его элементы можно выделить, а также как вычислить площадь его боковой поверхности.